Оперативники федерального главка по контролю за незаконным оборотом наркотиков совместно с челябинскими силовиками взяли с поличным соучастников уральского филиала преступного наркосиндиката, который через интернет-магазины и закладки снабжал героином и мефедроном Свердловщину, Южноуральщину, Зауралье, Пермский край и Удмуртию. Охотились за наркодельцами долгие 4 года. Силовики изъяли из оборота десятки килограммов героина и сотни граммов мефедрона и приложили к ним после успешной спецоперации местами с автомобильным стеклобоем при задержании три десятка наркокурьеров и главаря преступной шайки. Предварительно установлено, что гражданин одного из государств Центральной Азии создал преступную организацию, состоящую из четырех обособленных подразделений. Злоумышленник координировал и контролировал их деятельность, находясь за границей. Ранее он уже был осужден за незаконный оборот наркотиков на территории России, а после отбывания наказания был выдворен за пределы страны. Используя старые знакомства и связи, фигурант подобрал руководителей наркогруппировок и организовал поставки запрещенных веществ в российские регионы. По информации полицейского главка, среди 30 подельников оказалось всего четверо россиян, все прочие уроженцы Центральной Азии и Западной тоже. Еще трое в бегах и объявлены в федеральный розыск. Силовики отмечают предельно жесткий уровень конспирации во всех четырех подразделениях наркосиндиката, опутавшего паутиной 8 регионов страны, от Москвы с Подмосковьем до Приморского края. Лишь ограниченное число наркокурьеров знало о времени и маршрутах перевозок героина. Сообщников, активные члены ОПГ, находили в ближайших доверенных кругах среди своих приятелей и родственников, а закладчиков-бегунков находили через интернет. Между собой преступное сообщество общалось через мессенджеры, а для пущей конспирации долго они засиживались на одном месте, часто меняли адреса, заметая следы. Но, как говорили наши предки, сколько веревки не виться, конец всегда сыщется. Установлены обстоятельства более ста противоправных деяний, связанных с наркоторговлей. В общей сложности из незаконного оборота изъято свыше 40 килограммов героина и не менее 175 граммов метадона. Следственными органами полиции расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 30 и 228 Прим. 1, а также статьей 210 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время всем задержанным избрано меры пресечения в виде заключения под стражу. Следствием наложен арест на 9 автомобилей фигурантов, их расчетные счета и денежные средства.